Всем привет! Сегодня я вам расскажу о том, как я рисую с алкогольным подмалевком на бумаге американской UART. Это абразивная бумага. Вот видите, лист у меня уже прикреплен. Она бывает только такого цвета. Я вроде слышала, что начали выпускать еще какого-то серого цвета, но не видела пока в продаже, поэтому она такая кремовая, и поэтому на ней принято делать подмалевок, так как, сами понимаете, на кремовом, ну это можно рисовать, конечно, в чистовую без подмалевка, но это не так интересно. И благодаря подмалевку можно очень замечательно отображать все, что угодно, от пейзажей до даже, я видела, рисуют и портреты, натюрморты и так далее. Я все еще в отпуске, нахожусь на острове в финском озере Ями-Ярви, это центр Финляндии, и я буду сегодня рисовать вот такие замечательные мастки. Сейчас я вам покажу. Вот примерно такой пейзажик мы сегодня будем рисовать. Вот эту красоту. И возвращаемся к нашему холсту. Приступим. Для начала делаем подмалевок, набрасываем крупными пятнами, желательно твердой пастелью, с собой у меня ее нет, поэтому я постараюсь использовать Рембрандт. Главные виды, да, то есть горизонт набрасываем, озеро, лес и стараемся положить интересные цвета под низ. Рембрандт На ЮАРТе очень быстро используется пастель, то есть вот реально на такого размера рисунок, это примерно 30 на 40, можно использовать, если вот делать подмалевок, треть Рембрандта. Треть мелочка Рембрандт. Легко, просто. Легко, просто. Если вы будете для подмалевки использовать какую-то очень мягкую пастель, у вас быстро забьются поры, и у вас, ну, естественно, ЮАРТ, она такая мощная бумага, она выдержит много слоев, даже если. Лучше оставлять себе возможность положить на несколько слоев больше. Теперь берем кисть. Я пользуюсь обычной кистью для акрила, вот такого размера. Вернее, нет, даже не так. У меня дома другая кисть для подмалевков таких. Но я рисовала акрилом и взяла вот эту кисть. Разницы нет никакой абсолютно. Абсолютно все равно, какой вы кистью будете размывать. Этого всего, ну, не то чтобы не будет видно, да, оно, конечно, будет просвещивать, но оно должно быть... То есть вам не нужно прямо так вот точно сейчас будет вырисовывать, да, то есть кисть может быть большая. Кроме этого, берем алкоголь. Кто-то размывает водой. Я предпочитаю алкоголь, он намного быстрее сохнет. В качестве алкоголя я использую медицинский спирт. Вот я с собой такую баночку привезла. Контрабанды, так сказать, потому что это куплен не в магазине. И у него нет акциза. И просто берем, макаем кисть. Теперь, кто как советует? Кто советует начинать со светлых областей? Ну, видимо, чтобы кисть не мазать, да? Кто-то начинает сверху вниз, кто-то просто как голову взбредет. Я, наверное, предпочту со светлых областей. Но, так как здесь у нас и светлый, и темный, я, наверное, сделаю небо, а потом просто пойду сверху вниз. И все. И это делается довольно быстро. Хорошо надо размыть, да? То есть, чтобы весь пигмент лег. Если что-то потекло вниз, не еще страшного абсолютно. Но вам нужно следить, чтобы не осталось сухой пастели, которая не намочена, да, алкоголем. Если бы у нас здесь было красивое отражение вот сюда вниз, у нас вода неспокойная, да, поэтому отражения нет. Если бы было красивое, спокойное отражение, то размытие нужно было бы делать строго сверху вниз. Вот такими движениями, да? Так как у нас такая ряд, мы, в принципе, можем это не соблюдать, это правило. Я тут, наверное, размою сначала воду внизу, да, а потом уже мастки. Так, ну вот, тут можно вправить немножко. На ЮАРТе можно делать акварельный подмалевок, можно гуашевый. ЮАРТ – это очень прочная бумага, она выдержит все, что угодно. Можно акрилом. Делают чернилами, нет, чернилами? Чернилами, да, чернилами делают подмалевок. Ну, в общем, кому чего в голову забредет, ЮАРТ терпит все. Так, ну вот такая мазня у нас получилась. Коробочку со спиртом мы закрываем. В принципе, через какое-то время он дал стасадок, да, его можно будет еще поиспользовать на чем-то не очень светлом. Вот, ну, как бы, у меня как когда, да, она приходится. Когда-то я использую уже этот, когда-то не использую. Как получается. Можно было, конечно, отлить куда-нибудь еще поменьше, да, и меньшим количеством тогда просто, потому что хватает вообще буквально, не знаю, 25 грамм вот на такого размера картину. Вполне спокойно. Так, мы все должны высохнуть, мы все, мы ждем. Как проверить, высохла или нет? Потому что чисто внешне она может быть сухой, но внутри еще может быть немножко мокрой. Проверяем очень просто, так же, как и в акварели. Прикладываем руку. Если рисунок холодный, да, то он все еще мокрый. Либо он может немного пачкаться. Вот чуть-чуть, да. Чуть-чуть подождем еще, пару секунд. Ну, я думаю, можно начинать. В таких рисунках, в такой живописи я начинаю всегда с неба. По одной простой причине. Небо светлое, низ темный по отношению к небу, даже если он светлый. И если вы сначала сделаете низ, а потом небо, вся пастель, которая будет сыпаться, у вас пойдет сверху вниз. И, соответственно, может запачкать уже готовый низ, да. Поэтому всегда начинаем с неба. Это проще, безопаснее, ну и как бы интереснее, может быть, да. Я могу сказать так, что, когда я рисую на юарте, единственное место, которое я растушевываю рукой, ну, не то чтобы рукой, вообще, в принципе, растушевываю, это небо. Все остальное накладывается просто слоями, мазками и так далее, да. То есть, чтобы максимально придать живописность и живость рисунку. Так, приступаем. КОНЕЦ 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 Лес на этом острове очень плотненько стоит. Видны отдельные деревья, но вырисовать каждое невозможно. Поэтому главное показать их массу, что они разные, что это не однотонное зеленое пятно. И некоторые стволики тоже показывают. Он весь хорошо освещен, и тень есть только вот между деревьями, как бы в глубине уже, да. И он такой весь круглый, то есть вот такая форма, но круглая. КОНЕЦ 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 Стараемся линию горизонта сделать ровной, так как оттуда до острова. Так как мы смотрим прямо, и у нас нет изогнутости, да, то есть там ровная линия должна быть. Если необходимо, можете приложить листик бумаги. Это в принципе нормально, ничего страшного. Так, единственное, хочу их отправить. Вот в этом месте. Там у меня такие немножко давившиеся штуки. Штуки. Не забывайте отходить и смотреть, что у вас получается. Так как вы сидите близко, и вы не можете определить, как у вас, хорошо или плохо. Когда вы отойдете, вы сразу видите свои ошибки. Где-то горизонт завален, где-то слишком ярко выделяется какой-то ненужный участок, где-то наоборот провал какой-то, да, то есть это все видно издалека пропорционально вашей картине. Чем больше ваша картина, тем дальше вам нужно отойти. Если вам некуда отойти, сфотографируйте. На телефон даже. Вполне подойдет. Вы увидите. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок а 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 Субтитры создавал DimaTorzok